двукрылые атакуют юг беларуси в гомельской области мошки и комары не дают покоя местным жителям страдают и люди и животные правда насекомые помогают делать и видеоконтент в соцсетях в роликах кадры нападение насекомых в чем причиной таких катаклизмов вместе со специалистами учеными разбирался владислав бондарь гомельская область небо затянуто тучами из мошек и комаров мурашки по коже у людей на остановках мы с тобою танцуем мышкара облепила окна в торговых центрах и атакуют автомобили какой-то кошмар весна 2023 в гомельской области уже изрядно наследила в тик токе задает модные тренды на такие луки прогулки у нас происходит в таком виде и меняет ароматы парфюма на спрей от укусов тут же и лайфхаки как приготовить противоядие от насекомых в домашних условиях эту напасти жители юга страны стараются переживать с юмором так ведь легче вот вам и сравнение беларуси с африканскими странами такое бы спокойствие гомельчанам но совсем не спокойно и точно не до смеха в многодетной семье смирновых до этого года и не знали что у старшего 13-летнего лени аллергия на укусы даже один день в школе пришлось пропустить понял что у меня все чешется заболели глаза после этого пришла мама дала таблетку от аллергии мне полегчало но все равно чесались старший мой ребенок сын вернулся покусанный с тренировки по ориентированию в лесу вот но он утверждает что в городе мошек больше а дочку больше всего кусали наверное когда у них были тренировки на поле на футболе от насекомых страдает и звезда манежа по кличке мартини на теле знаменитого трейборца следы от укусов лошади не могут даже спокойно полакомиться травой место себе не находят вот так вот начинается наше каждое утро перед тренировкой на занятия лошади гомельского центра олимпийского резерва по прикладным видам спорта выходят только после обработки спреем его специально для лошадей по видео урокам делают сами работники помогает лишь отчасти от чается чешется от мошек так откуда такой пик активности мошек и комаров гомельской области специалисты во всем винят недавние паводки и резкое потепление воде отложенные личинки выживают лучше и лакомятся местными в этом состоянии комары уж точно безопасны коллекция собранная учеными по биоресурсам академии наук здесь насекомых разглядывают под микроскопом и изучают виды для нашей с вами безопасности мало кто знает но даже комар в наших широтах не один а целых 42 вида все кровососущие могут распространять инфекции и подселять в организм других паразитов беларуси обитает и 6 видов малярийных вот этого большого комара долгоножка всегда принимают за малярийного на самом деле это не так он абсолютно безобиден он не питается кровью а питается нектаром растений малярийный комар обычно очень маленьких размеров они питаются нашей крови для того чтобы отложить яйца если комар вас кусает это точно самка в остальном наиболее опасных определить лишь внешне сложно вот и новый вид малярийного комара на нашей территории ученые смогли выявить только после тщательных экспертиз по внешним признакам практически не отличается от обычных малярийных комаров но представляет наибольшую эпидемическую значимость скажем так его основным прокормитель выступает человек и крупный рогатый скот если после укусов поднялась температура из набит лучше сразу обратиться к врачам что делать гемельчанов с нашествием насекомых сейчас специалисты отмечают пик численности а спад возможен через пару недель но перекочевать проблема может и на север страны так что запасаемся средствами для защиты и разучиваем гомельские танцы чесаться от просмотра сюжета вам пришлось из-за владислава бондаря григория кристофовича и сергея волонца агентство теленовостей и трк гомель агентство теленовостей и трк гомель